Традиционное заседание ученого совета началось с награждения сотрудников и студентов университета. Ректор Юргу Александр Шестаков передал студенческому отряду «Апельсин» награду правительства Челябинской области. Наша такая маленькая победа, второе место в областном конкурсе студенческих педагогических отрядов. Это большая заслуга всего отряда, а также, безусловно, нашего предыдущего командира Кушинской Алины и предыдущих экс-командиров. На заседании Совета директоров Высшей школы экономики и управления Ирина Савельева рассказала об изменениях, которые ждут ее подразделения. В первую очередь это переименование нескольких кафедр, а также новый подход к работе со студентами. Мы внедряем практику ориентируемых на уровень. Студенты будем более активно привлекать к нашим постам, к деятельности, исследовать, например, деятельность студентов и активно привлекать к этим студентам. Помимо этого, сейчас обратилась к нам одна крупная коллагодаря в области Аудио. Они будут расширяться, привлекают более, хотят привлечь более 150 человек, и мы дадим возможность всем студентам пройти это тестирование, и в дальнейшем они смогут найти себе работу. Главным на заседании Совета стал вопрос о внедрении современных технологий в образование. С докладом о массовых открытых онлайн-курсах, сокращенно МОК, выступил директор Института открытого и дистанционного образования ЮРГУ Александр Демин. В планах у ЮРГУ создание собственной площадки для МОКов. В настоящее время идет подготовка девяти курсов. Пяти по техническим направлениям и четырех по гуманитарным. Самое первое предназначение МОКа, любого МОКа, это популяризация университета. Это узнаваемость бренда. То есть университет должны знать не только в Челябинской области, но и за ее пределами, а особенно дальнее зарубежье. То есть это тоже одно из приоритетных направлений студенты из зарубежа, иностранные студенты. Следовательно, МОК – это колоссальный инструмент для того, чтобы рассказать о себе, рассказать об университете через такие, так скажем, популярные, но в то же время очень востребованные вопросы. Также проректор по учебной работе Андрей Родионов подвел итоги зимней сессии. В целом, по сравнению с прошлым годом, показатели ухудшились. По мнению Андрея Александровича, одна из причин этого явления – отсутствие организованных пересдач. Ученый совет принял решение провести их среди семестра.